Всем привет, это канал Science Daily, меня зовут Юлия, и это седьмой выпуск космического подкаста. Пять лет назад диспетчеры намеренно направили космический аппарат НАСА Кассини в атмосферу Сатурна, завершив его 13-летнюю миссию по исследованию этой прекрасной планеты. НАСА приняло решение завершить миссию до того, как у аппарата закончится топливо, чтобы совершить управляемый сход с орбиты и избежать возможное столкновение аппарата Кассини со спутниками Сатурна, Энцеладом и Титаном и их загрязнением. Ведь на обеих лунах Сатурна есть условия, возможно пригодные для существования жизни. Благодаря миссии Кассини ученые совершили несколько открытий и продолжают узнавать новые о Сатурне и его спутниках даже сейчас, спустя 25 лет после запуска миссии. Во время своей миссии Кассини исследовал полярный шестиугольник Сатурна, атмосферный феномен, который до сих пор не имеет строгого научного объяснения. Изучал спутники Сатурна, в том числе двуликий спутник Япет, третий по величине спутник Сатурна, одно полушарие которого черное, как копоть, а другое блестит почти столь же ярко, как свежевыпавший снег. И, конечно же, Кассини исследовал прекрасные кольца газового гиганта Сатурна. Именно Кассини в 2005 году обнаружил следы водяного пара и льда, выплевываемого из отверстий близ южного полюса спутника Сатурна Энцелада, что позволило судить о существовании на этом спутнике подповерхностного океана жидкой воды. Энцелад находится в центре предпоследнего кольца Сатурна И. Когда Кассини прибыл к планете, ученые надеялись узнать, как связаны между собой Энцелад и кольцо И. Имея ширину всего 500 километров, Энцелад кажется слишком маленьким, чтобы быть активным миром. И предположение о том, что этот спутник выбрасывает какой-то материал в космос, который создает кольцо Сатурна, казалось маловероятным. Однако Кассини обнаружил водяные гейзеры на Энцеладе, которые все-таки служат основным источником материала кольца И. А позже космический аппарат взял прямые пробы воды из гейзеров и обнаружил в них органические молекулы. Еще одним спутником, который удивил ученых благодаря миссии Кассини, стал Титан. Два космических аппарата НАСА, Voyager 1 и 2, сделали снимки Титана во время своих миссий и обнаружили намеки на то, что на поверхности Титана может быть метан и этан в жидком состоянии. Однако эти зонды не были оснащены приборами, которые позволили бы им проникнуть сквозь туманную атмосферу спутника и доподлинно узнать, так ли это. А космический аппарат Кассини смог обнаружить углеводородные озера на Титане и помог ученым узнать, что на нем существует гидрологический цикл, схожий с земным. Зонд Гюгенс, Европейского космического агентства, который был развернут с Кассини вскоре после прибытия на Сатурн, совершил посадку на Титане и смог показать нам его поверхность вблизи. Это была первая и до настоящего времени единственная в истории мягкая посадка, совершенная во внешней Солнечной системе. На снимках, полученных с Гюгенса, были обнаружены породы, которые, вероятно, сформировались под воздействием жидкости, подобно речным породам на Земле. За годы, прошедшие после завершения миссии Кассини, ученые поняли, что невозможно рассматривать какую-либо часть системы Сатурна в отдельности, ведь это взаимосвязанная система, где все взаимодействует друг с другом. Также данные аппарата Кассини позволили узнать, сколько длятся сутки на Сатурне. На Земле узнать длительность суток можно, наблюдая за тем, как формы рельефа описывают полный круг при вращении планеты. Но газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, не имеют рельефа, и можно было бы определить продолжительность дня по тому, сколько времени требуется одному из магнитных полюсов планеты, чтобы обогнуть ее. Но на Сатурне и этот способ не работает, поскольку магнитный полюс у этого газового гиганта почти идеально выровнен с осью вращения планеты, то есть магнитный полюс практически не движется при вращении Сатурна. Но ученые узнали, что внутренняя часть Сатурна вибрирует, создавая колебания в его гравитационном поле, и эти колебания проявляются в виде волн в кольцах планеты, отслеживая которые, астрономы определили, что одни сутки на Сатурне длятся 10 часов 33 минуты и 38 секунд. Дальнейшее изучение частоты волн в кольцах газового гиганта может также дать ученым подсказки о внутреннем устройстве Сатурна, в том числе и о том, что представляет собой его ядро. Когда агентство НАСА приняло решение о завершении миссии Кассини, оно отправило космический аппарат совершить еще несколько оборотов между кольцами Сатурна и самим Сатурном. И этот этап миссии стал грандиозным финалом. Теперь, когда газовый гигант был с одной стороны Кассини, а его кольца с другой, ученые смогли измерить массу колец по влиянию их на траекторию движения аппарата. До этого этапа миссии большинство ученых предполагали, что масса колец будет сравнима с массой спутника Сатурна Мимоса. Но на самом деле измеренная масса колец составила всего около 40% от массы Мимоса. Кассини также обнаружил, что кольца приближаются к Сатурну с гораздо большей скоростью, чем предсказывалось ранее. И, возможно, им осталось жить не более 100 миллионов лет. С огромным количеством данных, полученных от каждого научного инструмента космического аппарата Кассини, предстоит сделать еще множество открытий. До сих пор появляются новые научные работы об исследованиях Кассини. И, подобно тому, как миссии Вольджеров к Сатурну определили научные вопросы для миссии Кассини, Кассини прокладывает путь для новых миссий, которые последуют за его открытиями. На этом все. Спасибо за внимание. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok